день воскресный день чудесный и прямо сейчас вы увидите по-настоящему жизненный сюжет друзья всем привет мы снимаем сюжеты на разные темы но очень часто я вижу комментарии а ты покажи как люди деньги зарабатывают чего нам эти машины дорогие чего нам эти дома квартиры откуда взять человеку денег если он не хочет идти работать куда-то на завод вот как самостоятельно сегодня заработать денег и именно об этом прямо сейчас мы с вами поговорим мы находимся на юге москвы в районе царицыно это тот самый район где проживаю я недавно мне написал сосед диван мы здесь поблизости живем и занимаемся интересным приземленным бизнесом приезжай снимешь про нас сюжет мы все расскажем как есть пусть люди знают как можно денежку себе заработать и вот мы приехали в такое спальное местечко вокруг нас дома но есть несколько коммерческих помещений где собственно у них идет бизнес вот давайте познакомимся с ними и они нам сегодня по существу расскажут что это такое почему они в это вообще поверили сколько денег уходит на аренду что с сотрудниками сколько денег уходит налоги таким образом досмотрев сюжет до конца из первых уст вы узнаете вообще прибыль на это дело или нет и сделайте выводы надо но вам или это все ерунда ваше мнение всегда может стать комментарии у нас будет спонсор выпуска с которым я вас познакомлю и после чего мы перейдем к основной теме выпуска приятного вам просмотра я хочу вам напомнить как важна человеческая поддержка особенно для начинающих авторов канала вспоминая 2015 год когда я начинал свой канал с mazda 6 и потом постепенно переходил на другие автомобили на другие темы самое главное что мне давало сил двигаться дальше это ваша поддержка и вот на сегодняшний день я уже снимаю на абсолютно разные темы и каждому из вас какая-то тема заходит лучше и вот сейчас я вас хочу познакомить с одним интересным человеком имя которого димон и это молодой автор канала супер кейс димон насколько я знаю на сегодняшний день у тебя уже целых 8 роликов про бизнес на разные темы почему ты решил снимать на эту тему кого снимаешь и для кого на своем канале я разбираю интересные бизнес кейсы какой скажи пожалуйста сколько может чистыми приносить ежемесячно такая . если взять среднюю погоду взять может быть 100000 в месяц она по году может приносить здесь получается у нас пять кресел насколько они обошлись пять кресел обошлись нам стоит по 50000 рублей 250 тысяч рублей 250 тысяч за пять предприниматели основатели бизнесов делятся своим опытом ролики переполнены предпринимательской энергией людьми которые заряжены которые не сидят на месте которые постоянно что-то создают что-то новое полезно будет также людям которые имеют свой бизнес или хотят открыть что-то новое но не знает какую нишу подобрать какие-то свои лайфхаки будет тоже интересно ну и совсем скажу так лучше учиться людям на чужих ошибках чем на своих я посмотрел несколько твоих роликов ты разбираешь какие затраты тут на аренду на зарплаты доходы в общем все вот эти детали в нюансах ты задаешь людям вопросы они по живому по честному тебе отвечают это не какие-то постановочные актеры это все живой бизнес куда человек может даже приехать и потрогать его после выпуска совершенно верно то есть посмотрев выпуск вы можете посмотреть бизнес в разрезе с чем вы столкнетесь если будете до погружаться в эту нишу и нужно вам это или нет друзья это актуальная и полезная информация на канал супер кейс мы оставим ссылочку в описании перейдите посмотрите подпишитесь тебе спасибо ждем ваших подписок на канале все на канал супер кейс знакомьтесь алексей лёха с твоего позволения на ты 40 лет человеку с удовольствием в 2018 году так сложились обстоятельства что вы супругой начали жизнь белого листа но прежде чем мы к этому перейдем расскажи пожалуйста чем до 2018 года ты занимался я знаю что у тебя был бизнес он прогорел кратенько эту историю друзья всем привет 2018 году у нас был бизнес по сдаче машин в аренду но связи с тем что было куча судебных разбирательств неоплат ремонтов аварий пришлось от этого бизнеса отказаться и встал вопрос чем заниматься дальше у нас женой была ситуация очень интересному были на тот момент декрете вот она была беременна собственно ее работа выплачивала нам деньги пособия по уходу за ребенком и вот собственно говоря с этого все началось то есть большая депрессия надвигалась тем что кормить семью нечем бизнес распался вот я начал звонить по старым друзьям товарищам кто чем занимается здесь я тебя немножко перебью на вашем экране дом в котором алексей покупает квартиру в далеком 2011 году ты продаешь в соседнем от меня доме двушку за 8 миллионов 600 тысяч рублей 8400 8400 здесь покупаешь вдумайтесь 2011 году на 12 этаже трешку 64 квадрата по цене 9600 на тот момент то есть условно миллион двести наличкой вы доплатили без ипотек спокойно переехали сюда иначе тогда были чуть другие цены поэтому было приятнее и вот в этой квартире у алексея и его супруги зародился семейный бизнес до более простой когда он мне о нем поведал я сначала подумал да нахрен это вообще кому-то нужно что здесь может быть интересно но тем не менее это максимально приближенный бизнес который может заняться абсолютно любой ребята все те кто подумают что это какая-то заказуха рекламный сюжет подчеркиваю то что сегодня вам покажут находится непосредственно в одном районе в москве никак заказать купить это нельзя никто вам домой отправлять не будет давайте послушаем человек и самые главные цифры как из чего они начинали вот эта история она настоящая вот именно ключевое слово настоящая послушайте как люди находят себе способы доходов вот ты мне скажи когда ты общался с различными товарищами вот просто я буду задать вопросы прям прямые ты поверил в то что какие-то воздушные шары могут накормить тебя и твою семью просто знаешь на сегодняшний день для меня это звучит так что это какой-то вообще ну какая-то хрень вот из серии ты приходишь а там люди уж извиняюсь друзья выживают в этом бизнесе шарики воздушные когда сегодня если эти алиэкспрессы различные фикс прайсы где все это за копейки можно купить самому-то надул вот тебе композиция найди дари я понимаю иронию да но расскажу когда начать пришла эта идея я сразу с головой опустился в интернет поисковики посмотрел выдачу топ сайтов которые этим занимаются посмотрел их условия и так далее встретился с людьми позвонил посмотрел какие у них продажи проанализировал рынок и понял что некоторые матерые продавцы на этом рынке в месяц имеют оборот там далеко за 10 миллионов рублей я по месяц в оборот может быть там и 10 миллионов но чисто прибыли это понятие отдельно но хорошо тебя эта тема зацепила правильно и вы прямо решили в нее погрузиться еще насколько я знаю ты подбирал бизнес таким чтобы этим было заниматься интересно тебе жене и вот вашему ребенку в перспективе чтобы это какая тема была такая где не ты будешь да вот вы вдумайтесь не ты один будешь погружен в него а вся семья то есть вроде как работаете но в тот же момент вы все вместе такой некий семейный бизнес правильно ребята я понимал что мне 40 лет и что соответственно меня подрастает ребенок и не один на два у меня дочки 16 лет и мне захотелось сделать что-то на перспективу то есть что-то чем удобно было бы заниматься все мы вывлечены были бы в итоге все члены семьи потому что все таки им жить дальше возможно через какое-то время они заинтересуются можно было бы им передать это все на работа в клиентскую базу там прикормив это место и так далее отрегулировав сайт набрав какое-то количество лояльных клиентов да это важно потому что и супруга мне в этом поддержала она сказала да это очень классная идея сын растет и в принципе все это детские праздники утренники и поздравление с днем рождения это все нам очень было бы интересно потому что это и общение и позитив люди приходят своим счастьем все это легко и просто как бы да поэтому мы решили все-таки посвящавшись решили заняться этим вплотную восемнадцатом году когда мы применили это решение то прям был аккурат после нового года мы начали с того что я просмотрел рынок недели мне хватило чтобы оценить и понять что перспективы есть мы заказали сайт одностраничных за 10 тысяч рублей как я сейчас помню который наполнили двумя 100 товарами которые который был тяжелый он вис но первые лиды мы получили оттуда феврале где-то 3 февраля у нас день рождения по факту мы получили первый заказ там 30 шаров я загрузила свою машину тогда еще не понимал что надо делать это с пакетами какие есть особенности как это делать загрузил повез на другой конец москвы и проклинал все на свете шары на ветру вынося из подъезда все это очень тяжело непонятно как это все влезет как там подъезд это хрупкая лопается в общем это был для меня мрак и сколько и сколько ты живых шаров довез тогда из 30 я помню был мороз минус 10 где-то было и был был снег сугробы я прошел как сусанин к этому подъезду и чудом на второй этаж занес эту охапку шаров вручил перекрестился звоню жене ягу нет мы не будем этим заниматься невозможно потому что это очень и очень хрупкая штука и ты берешь ответственность берешь предоплатно очень все это можно подвести людей у самого начала конечно тяжело только спустя время мы начали общаться и выяснять что существуют пакеты можно перевозить цивилизованное так далее там эти пакеты стоит не недорого вообще можно паковать и мы начали пробовать и дело пошло ребята да потом был была группа вконтакте мы с нее оформив ее начали получать какое-то количество заявок instagram начали оформлять вообще сарафан как-то потихонечку пошел на все это не приносило нужного дохода и было чисто вот примут хобби да ты можешь осмотреть сказать вали получать картин нас такая что у вас вот трехкомнатная квартира я так подозреваю что в одной из комнат у вас там началось какое-то такое некое производство и серии что там вы шарите надували там вас лежал тот товар поступает заказ и вот вы с 18 года начали постепенно постепенно это дело все развивать и продавать вот первый месяц чистый доход второй месяц в течение первого года хотя бы чтобы людям было понятно с каких цифр все это началось ребята это сложно потому что доходом это назвать невозможно были какие-то цифры мы все записывали но эти цифры такие вот в районе там двадцати тысяч рублей там первый там месяц там до марта мы поняли просто вы чистыми да потом это где-то к лету переросло там в 50 тысяч рублей и где-то долгий отрезок времени мы фиксировали там от 50 до 80 тысяч рублей чистыми и не могли понять чего вот нам не хватает мы прибегали к разным методам продвижения это были блогеры в инстаграме реклама таргетированная там в контакте да когда мы там на улицу на дома там пробовали там что-то да и все вот это не было прорыва никакого ни в чем то есть все вот это по одному по две заявочки по одному подва ляда приходило отовсюду но вот спустя какое-то время мы поняли что надо откладывать денежку надо что-то с этим делать надо как-то выходить на новый уровень два года назад мы решили сделать нормальный многостраничный сайт то есть купить его заплатили за сам сайт на мой программист оформил сделано битриксе очень и начали потихонечку наполнять товаром сами вручную все фотографии у нас дома этот хромакей фона в общем на нем фотографии на обычный телефон как-то ретушировали пробовали сами начали выставлять фотографии я в своих высказываниях постараюсь быть максимально аккуратным кто-то жалуется на то что работы нету делать нечего невозможно а кто-то за соседней стеной в квартире начинает вот так вот надувать шарики вот вам живые фотографии их это все сделано на фоне стены с обоими на обычный телефон на фотографировано делали вот такие композиции постепенно 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 начали их продавать и как видите фоток огромное количество так и не смог даже отмотать в самый низ инстаграма когда это все началось проводили различные конкурсы в общем вот по такому да по простому по живому начали набивать себе клиентуру друзья 50-100 тысяч кто-то скажет ого и это еще мало ну это москва здесь народу гораздо больше поймите правильно что для них это тоже не такие большие деньги семья ребенок двое детей это все считается индивидуально это вам информация которую стоит намотать на уз интересно не интересно фуфло не фуфло ваше мнение вы напишите в комментарии и потихонечку потихонечку давали людям ссылки после каждого заказа подписывайтесь на нас там вот адрес сайт и люди начали сарафан у нас передавать из там своим друзьям коллегам знакомым сколько по цене сайт обошелся он до сих пор обходится ну первоначально 50 50 до паре получается таким образом у вас появляется сайт который вы вложились и который начал вам потихоньку приносить деньги и соответственно эти все соцсети потихоньку потихоньку вы выходите на новый уровень до того как вы уже приняли решение что все вы открываете первую точку вот к этому моменту сколько вы уже чистыми могли в месяц принципе сделать стабильно где-то выручка было около 150 наверно и с учетом того что не было ни аренды откладывать на тот момент супруга уже вышла на работу в соответственно декрет и было проще потому что зарплата у нее тоже было можно было как-то распределять и смотреть что-то вложить в бизнес на что-то соответственно жить питаться то есть она получается работала ты уже как бы больше да пока на своей на основной работе ты с шарами график 2 через 2 и в общем то мы делили у меня было время в ее выходные дни пока она значит работала ездить и на закупки заниматься открытием магазина подбирать подрядчиков на ремонт и все проще все работы что друзья я думаю ходить вокруг да около не стоит за нашей спиной собственно то самое помещение коммерческое где сейчас находится твоя супруга познакомимся пообщаемся и вживую увидел что из себя представляет их бизнес что-то даже потрогаю возможно шарик надую для вас пойдемте моделируем с вами по живому ситуацию просыпаешься ты утром на работу тебе к 9 выходишь в без пяти потому что твоя работа прямо под окном лёха но это круто потому что для москвы да вы многие знаете час на работу полтора часа на работу пойдем потихонечку сразу к тебе посмотрим что тут у тебя эти машины же есть но вот вот наша ласточка ребята народный отечественные автомобили уже можно даже так сказать что уже отечественный ваша вывеска висит вот это помещение в котором находятся различного рода магазины типа fix прайс что там еще есть мясо армия фикс прайс до мяснов народу много сюда приходит ну есть есть люди да с микрорайона особенно по вечерам народ затаривается fix price приходит порядка 500 человек ежедневно короче смотрите вот вам прям живая картина обычный такой спальный райончик но в силу того что москва народу здесь достаточно на сегодняшний день съемок среда время порядка 12 часов дня что ты там не снимаешь про бизнес-то почаще потому что вот то что сегодня рассказать алексей на мой взгляд вот это интересно потому что это максимально приближено к реальности любой из вас может взять и подобным попробует начинать заниматься а то иной раз люди пишут у нас крупное производство у нас многомиллионная выручка говоря зачем это надо это уже знаешь где-то какая-то другая история а тут как это как-то по-настоящему вот всегда важно оказаться в нужном месте в нужное время алексей стоял на балконе увидел что в цокольном этаже этого здания начали делать ремонт пошел узнать для кого под чего говорят под фикс прайс сразу подсуетился говорит а нет ли какого-нибудь закуточка чтобы я мог заехать сюда шарами таким образом вот в этом торговом центре в минуте от дома он заполучил вот это помещение магия монтажа я уже переоделся ребята день рабочий экспрайс работает магазинчик работает подчеркиваю полдень народа особо пока что нет ну как правило все это к вечеру знакомьтесь елена супруга алексеем лент лучше скажи пожалуйста прям по живому так сказать за рабочим местом когда лёха в 2018 году пришел домой и говорит тема есть будем шарами воздушными заниматься твое первое мнение по этому вопросу честно мне показалось что вообще что это такое воздушные шары что это особо денег не принесет и ну шары это для меня как-то было ну непонятно никогда не дарил их сама никогда не занималась не видел они просто для меня какая-то невероятная история была потом он узнал там у своего знакомого вы давай как можно мы начали поехали грубо говоря практически на последние деньги купили баллон пачку шаров и вот упал первый заказ таки а как же надувать включили youtube посмотрели заниматься надули обвезли первый заказ ну и так пошло в процессе начали учиться именно с ютуба то есть не какие-то там тренинги как все сейчас ходят сейчас модно все инстаграм там все купить курс по обучению до купить курс вот то есть мы сами потом купили потихоньку редуктор профессиональный чтобы уже так было надувать потому что если без профессионального редуктора там фольга опалась и в общем это все подачи начали вникать уже в детали да 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 потихоньку вот живой пример ребята решили сделать сувенир от их магазина для моей дочки вот этот вот мишка в закупе стоит 40 рублей на продажу его выставят за 390 рублей как только его наполнят гелием но основная фишка заключается не в том что да просто за воздух а именно за гелий потому что гелий да они дешевые гелия такого баллона стоит 7 200 и соответственно в принципе шаров здесь выду бывает обычных латексных которые 30 сантиметров 300 320 штук все 390 рублей будьте добры в кассу можно идти надут груз специально для того чтобы он не улетел на улице выходишь он на морозе естественно может поздутся потом в тепле он обратно надуется но вот такая картина сайте кстати самый прикол что вот продленно рассказывать приходят люди со своими шарами говорят купили шарик за 85 рублей но надуть его да это плюс 80 рублей еще говорят то что это как бы недорого потому что по некоторым точкам за надув могут взять больше это важно понимать в ценообразование потому что можно пока может показаться чего он там стоит 5 секунд надуть гелием а гелий сам все баллон просто еще не дешевый у нас получается площадь 32 квадратных метра и за нее ты платишь 35 тысяч рублей он примерно и очень круто здесь друзья внимание что рядом fix price потому что если бы не было его вот эти цокольные помещения насколько я даже знаю это всегда арендатор не очень их любит тем не менее fix price зашел и сюда как-никак есть поток и к вам за одну именно этот факт был решающим дембре выбора потому что я понимал никто не пойдет в подвал специально за какими-то шарами но здесь проходняк где-то около порядка 500 человек в день поэтому они все приходят смотрят интересуются многие приходят с детьми и нет нас берут на галочку а потом год мы были вот fix price откуда она нас узнали мы вот ходим fix price и пришел день нам надо сделать подарок ребенку или там от выписка за роддома там и так далее все любые праздники вот на самом деле в этом плане даже какой то есть плюс потому что вот в этом районе до казалось бы москва но подобных я не знаю можешь по пальцам до пересчитать то тоже занимается чтобы ну чтобы прям от бок о бок были в любом случае если кто то есть это надо куда-то идти правильно ну коллег мы знаем но это конечно не каждый дом это не как булочная тут нужно пройти на контимирскую еще куда-то еще куда-то их ночи давай затронем интимную тему с 25 июня вы здесь получается июль август сентябрь октябрь ноябрь его отработали вот в среднем как говорится погоду оборота чистая прибыль которую вот с этой точки можете получить вообще от от всей вашей деятельности с учетом того что открылся эта точка ребят но вот сейчас буквально вчера смотрел последний месяц мы закрываемся в районе 300 это выручка интересует чистые деньги то есть обороте получается 300 до ну половина это чистые деньги которым маржинальность примерно 50 процентов до с учетом налогов с учетом аренды вот это важно что сюда входит сразу налоги аренда бухгалтер удаленный в любом случае отчеты все это нужно сдавать отдельного сотрудника вы не держите то есть вот за вычетом всего этого остается 150 тысяч рублей по сути как мы с тобой так прикидывали это можно сказать там ну плюс-минус там по 75 тысяч на человек ты два дня работаешь супруга мы не делим мы единый организм поэтому ну вот примерно так на семью да вот на сегодняшний день насколько я знаю что ты все равно еще 2 2 работы что есть основная работа и остальные дни ты проводишь вот здесь да я здесь провожу я в любом случае даже когда на официальной работе я всегда принимаю заказом мой телефон всегда указан я работаю с клиентами то есть мне это нравится вот почти четыре года занимаемся и это я чувствую прям вот мое желание уйти с основной и полностью себя погрузить желание есть и мы к этому двигаемся хотим просто наладить весь этот процесс вот открыли в июне магазин надеемся что он будет приносить чтобы ну и все это как бы финансово вытягивать потому что это основная работа на все-таки это стабильность я работаю на ней 13 лет просто от продавца дошла до там менеджера торговли кем ты работаешь я сейчас работаю заведующий работаю в сумме вот но работаю уже 13 лет было и продавцом и менеджером и менеджером администратором то есть прошло все этапы вот меня с удовольствием после декрета взяли как бы потому что ну но опыт есть опыт есть и я все слушай расскажи по поводу кадров вот допустим лёха говорит вы как-то имели мысль взять сотрудника продавца чтобы немножко под разгрузиться чтобы могли сами там дополнительными делами заниматься что-то было то в итоге но смотри было такой момент взяли одну ну как женщину наверное но и до 40 лет но она настолько неактивная вот она приходит вот ей в тягость это вот клиентов она здесь все-таки воздушные шары это что это радость эмоции человек ты говоришь человек покупать шары чтобы поднять другому человеку настроение ради рождения да все вечеринки любые я не знаю рождение ребенка это все эмоции а человек просто вот без эмоций ну вот надул ну денег бы лишь бы заработать все остальное неважно и даже ничего не предложит как обычно не открыты сопутствующую на я когда работал пачок может быть вам вот это вот это они такие да давайте то есть человек даже не хотел изначально а потом о да и точно это нужно очаг без эмоций ну просто вот пришел у я хочу один шарик ну наду и все короче интересно не интересно сидит спит но при этом зарплату хочет да еще раз брал мою зарплату сколько то есть минимум то есть как получается минимум три тысячи за выход это минимум но у тебя есть тебе предложили за выходом от полутора тысяч рублей например да плюс процент с продаж но ты продавай продавая зарабатывая у тебя все все есть у тебя есть шары у тебя есть лёшка всегда на подходе на подхвате если чего-то нет в магазине он там я не знаю полчаса и привезет слушай я правильно посчитал что если три тысячи рублей за выход по-хорошему если 20 дней в месяц отработать это как бы 60 тысяч хотя это хорошая зарплата вот в магазине где вот и стоишь у тебя пожалуйста у тебя здесь есть отдельно туалет можно кофе попить и по резине есть все есть как бы ну не кисло да а некоторые зарабатывают то есть ну человек если с опытом да то есть умеет крутить арки разнокалиберные гирлянды выезжает на оформление люди запрашивают от четырех с половиной до пяти тысяч рублей оформитель зарабатывает то есть это хорошая зарплата я считаю сейчас по москве то бишь 5000 если ты с опытом вот шарик правильно надуть как выяснилось тут еще надо уметь его довести потому что специальные технологии оформить праздник и если ты умеешь а день часа рабочий сколько длится но вот у нас магазина открыто с 10 до 9 вечера то есть получается 12 11 часов до 11 часов 11 часов рабочий день и ты в принципе за выход может пятачок сделать 2 из 2 если да тут зависимость от того от потока клиентов да и во вторых у нас же есть еще интернет магазин у нас есть сайт где мы сейчас его раскачиваем добавляем новые фотографии у нас дизайнер работает над фотографиями мы добавляем все рассчитываем то есть клиенту удобно зашел посмотрел на любую тему хочешь мультфильм любой хочешь да не знаю на свадьбу на дни рождения для мужчин для женщин все есть весь выбор большой то есть в принципе то даже продавцу делать ничего не нужно клиент заказал я его обработала все заказы я обрабатываю и только скидываю по заморочкам потому что может показаться как вот мы к тебе пришли 8 у дома стоим ты утром проснулся цайку попил до спустился ты уже на работе это круто ты экономишь очень много времени где время деньги это выспаться можно пораньше домой можно вернуться но вот эти моменты организационные поставщики у тебя поблизости или те над самому ездить как это происходит да действительно поставщики находятся поблизости это очень большой плюс когда мы начали заниматься и узнали где они находятся я понял что это на 10 километров один ну плюс минус там 11 другой и совсем рядышком вот не так давно открылся 3 на кантемировской у нас тут буквально там два километра это послужило тоже плюсиком галочку мы поставили о том что удобно нам было бы до заниматься и продолжать заниматься то что дом рядом находится и буквально в тапочках можно ходить на работу это безусловный плюс ребята это кайф ищите работу рядом с домом и не будете проставить в пробках или там вставать рано или ложится поздно в общем это экономит на дистанции экономит конечно время безусловно а еще такой момент вот ты говоришь поставщики я уверен что будут комментарии серии на хрен все это надо когда есть условно там алиэкспресс и сейчас с алиэкспресс там есть эти доставки экспресс также вы там натыкал тебе через два-три дня ну наверное плюс-минус этом на гор жена у меня заказывает поэтому у нее надо уточнять сроки могут что угодно привести вот вы не пробовали работать с этим планом либо как оттуда заказывать до большим тиражом чтобы вам дополнительную скидку сделали или же например вам приходит человек говорит ну вот маска какая-то нафиг она мне нужно 300 рублей да я ее на алике за 100 куплю вот с этим не сталкивались ребят но здесь какой подход дистрибы по россии они очень крупные всего там три-четыре организации и учитывая нашу оптовую скидку мы как и п как организация имеем выбираем определенный объем у каждого из них они предоставляют нам оптовую скидку основной плюс работы с нашими поставщиками то что ты товар можешь потрогать и качество потрогать и понять руками и еще какой момент у нас вот здесь всего 30 там с лишним квадратом с небольшим и не весь ассортимент мы можем здесь выставить поэтому зачастую мы работаем под заказ то есть идет заказ интернет-магазин или человек хочет что-то такого что здесь у нас не представлено мы это записываем это фиксируем мы понимаем что у посадков москве это все есть партикула мы пробиваем я записываю контакты и там свободное время выезжаю набираю этот заказ подготавливаю этот заказ и уже в определенный назначенный срок мы отдаем его скажи средний чек вот люди приходят примерно на какую сумму они ну вот мы начали смотреть да начали смотреть средний чек сейчас 700 рублей но принципе для шаров это неплохой чек всего можно вырастить и больше но это средний чек покупка ну то есть чем бывает и до трех тысяч рублей но именно средний 700 рублей в день сколько вообще хватит к вам человек приходит всегда по-разному в будни вообще бывает очень мало да но вы тянете трое пятеро до десяти будет бывает да но это не говорит о том что прям покупка совершается кто-то приходит за одним шариком кто-то приходит большую композицию на 3-4 тысячи покупать то всегда все по разному то есть за и ну индивидуально кто-то приходит раз спонтанно у него выписка человек не хотел заказывать в интернет-магазине до пришел чтобы именно посмотреть потрогать почему мы открыли магазин чтобы человек пришел вот это вот наглядно посмотреть вот пощупать потрогать уже это интересно ну это конечно все таки онлайн есть онлайн это когда ты серии там заказал купил все мы знаем что такое ожидание реальность когда на картинке одно а на деле приезжает что-то совсем другое даже цветопередача потому что вроде бы в компьютере один цвет а клиенту скидываешь но вживую фотографируешь вот так вот ой ну нет давайте посветлее потому что но цветопередачи у всех же разные и на компьютерах на телефонах слушали на нет такого знаешь что допустим некоторые говорят вот у меня там бизнеса я хочу прийти такой здрасте как там у нас продажи идут а ты получается как бы за кассой стоит что ты на работе супруг твой за кассой стоит нет у вас вот такого что да блин тут что-то надо нам подняться чтобы не мы работали что бывает такое что люди говорят как вот работа продавца им вроде как вот неловко себя чувствуешь и мне очень нравится мне именно нравится же живые эмоции я мой сколько раз вот ходили тоже торговый центре и видим вот когда сотрудник наемный вот он реально без эмоций он там спит заказ такой еле-еле а мне нравится именно получать эмоции от людей ну а тебе бывают эмоции негативные когда человек приходит и говорит это у меня шарик сдулся бывает но это крайне редко но это реально к самую самый жесткий случай который вот у тебя прямо сейчас всплывает в голове что серии блин вот помню я такую ситуацию есть что помню я такую ситуацию открыли магазин и буквально наверное через месяца два лёша надул клиенту шары и все завязал а клиента то ли дочке отдала и она отпустила руку и шарики улетели в небо так в этом никто же не виноват мы же вам отдали ну да мы отдали все и она приходит и начинает ну как бы она не приходит она мне звонила писал вот вы не клиенты ориентированные вы не можете надуть бесплатно шаров в чем моя вина вы на эмоциях здесь были у . здесь хлопал какие шарики красивые все хорошо тут она отпускает но как бы же не мои не моя вина в этом ну как бы а негатив конечно остается на мне короче она посчитала что за улетели а виновата в этом вы должны были вы еще раз прикольному вот так вот ребята поэтому не все так просто как может показаться но в целом подводя до итог с тобой тебе работа нравится мне очень нравится ты все вашу поначалу мы когда начинали не получалось я переделывайте композиции по несколько раз вот это опыт набирался но сейчас меня я вот реально получаю эмоции мне очень нравится этим заниматься над правду супер да но то что я на работе работа у меня просто вот ну монотонная работа а здесь я все-таки уже все душевное да вот общение с людьми именно круто друзья вот вам пожалуйста как онлайн да есть продажа есть оффлайн ты приходишь и человек про чувствуешь за что елена заряжена эмоциями что с ней прикольно придешь тебе шапочку продадут носочек или что-то браслетик браслетик с мишкой продадут и можно будет уже смотреть так время медведь на этой такой позитивной ноте хочется переходить к выводам люди скажут ну чё лёха хвалишь продаешь бизнес все не пошло наверное ссылочка в описании будет и серию что с тобой связаться можно все это выкупить ребята нет мы только начинаем несмотря на то что нам уже четыре года магазину полгода с магазином мы только начинаем и будем развиваться будем развивать сайт развивать доставки делать вкусные фишки и предложения для жителей нашего района поэтому нет не дождетесь не думайте здесь есть потенциал мы увидим и мы будем к нему стремиться но вот среди потенциалов вы же уже рассматривали да дополнительно что можно ну праздник это шарики понятно цветы тортик еще что-то то бишь пришел к тебе взял шары забрал заранее приготовленный торт подмышку букет цветов и там еще потом еще петарды короче это фейерверк и таким образом с чека там в 1000 рублей можно уйти с десяточкой астам оставили мы предусмотрели тяжелая наш клиент в общем все вкладочки есть на сайте можно посмотреть это мы тоже предусмотрели чтобы клиент позвонил нам обратившись к нам с одной стоимостью доставки закрыл все свои боли в виде цветов торта и шариков нашими руками нашими нашей доставкой лег вот просьба к тебе просто по-живому ты я же тебе не какие вопросы не писал правильно чем эти я буду спрашивать мы с тобой вот встретились и в живом формате общаемся сколько денег ты мне заплатил за это сколько вот это вообще стоит такой сюжет люди будут спрашивать ну и сколько он примерно стоит чтобы я к тебе приехал отснял тебя ребят изначально разговор был такой что я хочу просто дать месседж людям которые колеблятся которые думают но боятся не сидите на диване занимайтесь чем-то ищите возможности да вот пробуйте у вас должно получиться потому что тот кто ищет он обязательно найдет свою возможность при работе с димой я не заплатил ни копейки потому что мы хотели сделать интересный сюжет я подумал что это будет интересно людям которые сомневаются молодым может быть людям потому что чем нас будет больше тем мы будем активнее общаться узнавать что-то новое будут новые фишки новые какие-то сервисы людей очень мне кажется это будет позитивно и самое главное это на мой взгляд полезно потому что это не какая-то там выдуманная космическая история про успешный успех вот пожалуйста начали с дома прикол еще в том что алексей мне первый раз написал еще год назад когда вообще магазина не было когда они торговали вот как раз из дома прикол заключается еще в том что совсем недавно мы снимали выпуск про один жилой комплекс где главный герой ленар это товарищ они жили в соседних домах и леха включая дом и видос винар привели на сиди возле зеленого смотрит поэтому ребята делайте выводы последнее слово кому не стоит вообще этим бизнесом заниматься но не стоит заниматься точно социопатом людям социально не ориентируем которые не хотят общаться с клиентом вникать в боли клиента помогать людям и так далее а если ты любишь общаться любишь получать вообще не какое-то удовольствие кайф тебе будет точно приятно потому что люди приходят своим счастьем своими поводами легко прям смотрят на то чтобы кого-то одарить или соответственно кому-то подготовить сюрприз и безусловно обратная связь вот реакция на то что делаешь она будет очень тебя радовать и это дает силы мотивирует вот интересное наблюдение вот дяденька который сейчас сидит на остановке пока оператор настраивал камеру он такой чифырика такого достает такого полностью и закурил личное дело каждого к чему я это вот так по картине смотришь такое ощущение как будто мы уехали куда туда может быть в регион код в провинциальный городочек даже по кадру не поверишь что что ты находишься где-то в москве а вот таких райончиков до спальных вот таких их очень много на самом деле и вот здесь как раз проживают и самые простые люди можно уехать в центр подобное помещение по аренде будет сразу значительно дороже все зависит от места факт том что вот пожалуйста человек мог пойти работать на дядю но в силу того что есть желание трудиться на себя организовался шикарные условия дом магазин жена который тема нравится самому нравится зарабатывают но среднем чистыми 150 тысяч в месяц дальше будут идти и развивать тему соответственно доход будет только расти лишь бы как говорится на локдауны не закрывали опять же онлайн точно также из дома за этот промежуток времени вы узнали живую историю жизни как люди зарабатывают деньги занимаясь малым бизнесом для кого-то из вас возможно это будет какой-то стимул кто-то скажет все это хрень все это неправда это не интересно да какие 150 тысяч чистыми это все помните эту историю это все вранье в завершение спешу напомнить что в этом видеоролике органично вписался спонсором канал супер кейс на котором вы увидите сюжеты как раз на подобные темы активная ссылка на которые в описании и в первом закрепленном комментарии подпишитесь поддержите автора все контакты со мной для связи в описании если вы занимаетесь нечто подобным также малым бизнесом на другую тему и вы готовы рассказать точно также с цифрами какой доход какой оборот я буду рад приехать и снять про это сюжетик если все будет по чесноку ребята подписывайтесь обязательно на канал подписывайтесь на инстаграм канал потому что там всегда выходит свежие новости ставьте лайк ведь дизлайк ваш больше никто не видит пишите ваше мнение в комментарии до новых встреч всем пока пока